Минэкономразвитие 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 Габариты строения Приблизительно 70 метров 68 метров Вместе с пантусами Высота габарит от дороги 5 метров 75 сантиметров Приобретает новый облик И территория рядом с мостом По обеим сторонам трассы Уже формируется тополинная аллея Прокладываются тротуары Площадку, все нормально Вы уже в разведку ходили, смотрели? Как же, обход сделали Ну и как впечатление всего? Впечатление хорошее Еще плюсы Вдоль проезжей части Установят шумозащитный экран Автобусные остановки Разместятся в более удобном месте Все работы планируется Завершить к концу этого месяца Добавим, что финансирует строительство Только федеральный бюджет Виадук и благоустройство территории Обошлись центру почти в 80 миллионов рублей Наталья Громашова, Антон Новожилов Вести Хакасия Полицейские Хакасии Раскрыли убийство, совершенное 9 лет назад В 2004 году в поселке Комунар Ширинского района пропала 19-летняя девушка Найти ее тогда так и не удалось И лишь в сентябре этого года Сотрудниками уголовного розыска По Ширинскому району Была получена информация О возможном месте убийства И захоронения девушки В заброшенном доме удалось обнаружить Костные останки По подозрению в убийстве Полицейские задержали 28-летнего жителя Поселка Комунар Ранее он уже был судим За особо тяжкие преступления Всероссийская научная конференция Хакасский этнос на рубеже 20-21 веков Завершилась в Абакане Участие в ней приняли около 100 человек Ученые нашей республики Новосибирска, Кемерово, Якутска, Хабаровска, Улан-Удэ Финальным мероприятием стал выездной семинар В Багратский район Цель – познакомить гостей республики С историческими памятниками Которые цены для всех представителей Тюркоязычных народов Валерий Кемеев, профессор кафедры археологии Кемеровского госуниверситета В Хакасии не в первый раз Но писаницу Боярскую видит впервые поражен, восхищен И тем, как сохранился памятник тагарской культуры И тем, как собираются его охранять в дальнейшем В Монголию мы сейчас последний раз Четыре года ездим Там памятников по численности больше Но по эффектности Вот таких писанинц я не видел Там есть наскальные рисунки Вот такие более примитивные Такие разнообразия Жилищ вот таких, целых комплексов Поэтому то, что они музеи придумали здесь Районные власти делают интересно И очень важно понять, насколько серьезная сложилась ситуация С исчезновением одного из хакасских диалектов А также обсудить спорные вопросы сохранения национальных культур Это наши общие тюркские корни Потому что наша конференция посвящена Не только хакасскому этносу Но она охватывает, наверное, более широкий круг Народов, проживающих не только в Южной Сибири Но и в целом в Центральной Азии Отсюда неподдельный интерес Ко всем памятникам кыргызского каганата Эпохи древнего хакасского государства Когда были заложены основы уникальных культур Сохранившихся до наших дней Юлия Константинова, Владислав Пустовой, 200 Хакасия Сезон работы всех 16 абаканских фонтанов С сегодняшнего дня официально завершен 1 октября по традиции гидросооружения Закрывают до следующего сезона Между тем, два фонтана На театральной площади и в сквере Ивана Ирыгина Если позволит погода, проработают до конца этой недели После завершения сезона гидросооружения Законсервируют до следующего мая Одна из самых узнаваемых современных достопримечательностей Хакасии Братский мост в этом году отметил юбилей 10 лет со дня открытия Кроме того, это сооружение Одно из немногих, название которому придумал народ Этот мост в Хакасии самый известный Он называется Братский Мост проходит через реку Енисей И довольно-таки символично соединяет два соседних региона Хакасию и Красноярский край Дружеские отношения, как родство Красноярский край, Хакасия Хакасия же раньше вступала в Красноярский край Считалась юг Красноярского края И друзей привез Показать Память, наверное, и честь этому мосту отдать Братский мост без посетителей Не бывает практически круглые сутки И в любую погоду Конкретно эти люди, жители Абакана, которые своим гостям из Красноярска Приехали показать символический мост Это создано для культа Это интересно Вот это как раз ценность семейных отношений Ценность дружбы Название Братский официальное, хотя его автор – народ Мост открыли в 2003 году Его строили два брата Александр Лебедь и Алексей Лебедь Которые на тот момент являлись главами Красноярского края Ихакасии соответственно В честь них по обоим берегам Енисея установлены стеллы Белые лебеди летят навстречу друг другу Помимо всего прочего Мост принес и явную практическую пользу Потому что с его появлением разгрузилось автомобильное движение в Абакане Мост стал частью объездной дороги города Сегодня Хакасия отмечает Международный день пожилого человека К этому дню была приурочена акция «Ты не один» Целый месяц жители городов и районов готовили подарки для одиноких пенсионеров Сегодня они найдут своих адресатов Сувениры, игрушки, сделанные своими руками А также сладкие сюрпризы Жители городов и сел приносили в отделение связи в течение месяца Именно почтовики выступили организатором Всероссийской акции «Ты не один» Наша республика включилась в нее в этом году впервые Сегодня почтальоны с подарочными свертками в сумках отправились по адресам По Абакану у нас их 20 человек Это люди пожилые, одинокие, у которых никого нету То есть мы хотим им радость привести, чтобы слезы счастья у них появились на глазах В поздравительном списке Мария Юшкова Как и все сегодняшние адресаты, женщина живет одна Поэтому самые дорогие гости в доме – знакомый и социальный работник Визит почтальона с подарками Растроглой в то же время порадовал Марию Терентьевну А в этой квартире почтальона встречала Нина Миллер За плечами женщины более полувека работы в школе Вспоминает и выйдя на пенсию, не оставила учеников Еще 14 лет учительствовала Поэтому сегодняшние подарки, которые школьники сделали своими руками Особенно пришлись по душе Нине Алексеевне Большое-большое-большое спасибо Я очень благодарна Ну что, я теперь уже не пожилой, а старый человек Мне 91 год Поживем еще, сколько Бог даст Спасибо большое, мои хорошие Еще одним пунктом назначения почтовиков стал пансионат ветеранов Здесь проживает сегодня несколько сотен пенсионеров Родные и близкие есть не у каждого Поддержать одиноких пожилых людей приехали работники отделения связи С собой привезли массу открыток, рисунков, а также чайные наборы от специалистов Госкомитета информатизации Поздравительные почтовые машины сегодня курсировали во всех городах и районах республики Подарки вручили нескольким сотням одиноких людей пожилого возраста Наталья Громашова, Антон Новожилов, Вести Хакасия Сразу после Вестей смотрите рубрику интервью Сегодня в гостях у моего коллеги Алексей Гончаренко Управляющий отделением пенсионного фонда по Хакасии Виктор Филонов Разговор пойдет об изменениях в пенсионной системе Информация важная, так что не пропустите А я с вами прощаюсь Увидимся на канале Россия 24 Редактор субтитров А.Семкин